Киевские ходоки за американским оружием на пути через Атлантику предпочитают не отклоняться от протаренного маршрута. Вот и вице-спикер Рады Андрей Порубий первую остановку делает в Канаде. Средство коммуникации оттуда привычное. Фейсбук. Главное, что я сказал канадским коллегам, украинцы сегодня защищают весь цивилизованный мир. Путина остановит только сила. Украине необходимо высокоточное современное оружие. И, конечно же, я поблагодарил за ту огромную поддержку, которую оказывает нам Канада. Коллективные фото в заграничных интерьерах тоже часть жанра. Сходил Порубий и на оттавский Евромайдан, чтобы почтить память расстрелянных на Майдане Киевском. Про снайперов, которых он сам же и прикрывал, бывшего коменданта, конечно, не спрашивали. Приземлившись в Вашингтоне, визитер дал интервью. Я буду видеться с людьми, которые имеют непосредственное отношение к принятию решений. Буквально из этой студии я еду навстречу с большим другом Украины Маккейном. Я буду видеться с Нуланд, с главой палаты представителей. Я буду видеться с представителями Пентагона. Я привез согласованный список того оружия, которое сегодня так необходимо Украине. Огласить весь список в студии Порубий отказался. Но то, что озвучил большому другу Украины и не меньшему американского ВПК, наверняка пришлось по душе. Там и беспилотники, и радары, и противотанковые комплексы «Джавелин», про которые сам Маккейн говорит не переставая. На слушаниях в Сенате госсекретарь Керри легко обходится и без формальных доказательств. Вы согласны с тем, что когда Россия говорит об отсутствии российских вооружений и солдат на Украине, она лжет? Да. А зачем они это делают? Вы меня спрашиваете? Да. Россия сейчас ведет такую откровенную пропаганду, которой не было даже на пике Холодной войны. Военное оборудование высочайшего класса на 118 миллионов долларов, факт поставки которого Украине Керри следом признал, это, конечно, из другой исторической эпохи. К Холодной войне отношения не имеющие. В Лондоне готовы пойти еще дальше. Премьер Кэмерон пугает Россию отключением от системы SWIFT и анонсирует прямое вмешательство. Мы готовы предоставить Украине военное оборудование. Это приборы ночного видения и бронежилеты. В следующем месяце мы собираемся отправить британских военных инструкторов, которые будут проводить тренинги по тактической разведке и логистике. Также мы разрабатываем программу по переподготовке украинских военных для повышения их профессионального уровня. Воинственные заявления англосаксонского мира словно палки в колеса Европы. Звучат сразу после переговоров министров иностранных дел нормандской четверки в Париже. Там как раз приветствовали отвод вооружений, начатый ополчением. Причем тут вообще российская армия. Недоумевают и в ООН. В целом удовлетворены работой наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. По гранд-перекодах Донецк и Гуково. Они фиксируют реальное положение дел с беженцами и, вопреки домыслам, подтверждают отсутствие перемещений российских войск. Не видим необходимости в предложениях о распространении их мандата на весь Донецко-Луганский участок российско-украинской границы. Фальшивыми перемещениями российской техники через нее на самом деле заведует целый пропагандистский аппарат. Размах его работы с приступом паранойи сравнивает известный политолог Пол Крейг Робертс. В своей статье Вашингтон возродил угрозу ядерной войны. Шагами к миру не назвать и действия Пентагона. В рамках так называемого военного набора для национальной безопасности оборонное ведомство США приступает к активному поиску говорящих по-украински. Американское гражданство рекордом не требуется. Вообще-то этот иностранный легион под аббревиатурой Мавни должны были прикрыть. Но в конце прошлого года программу неожиданно или ожидаемо продлили. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести из Нью-Йорка.